Предпоследнее зимнее утро 28 февраля, как и должно было быть, оказалось солнечным и морозным. Но это не стало препятствием для проведения последнего занятия зимнего сезона парковой гимнастики. В этот день участники оздоровительной группы с большим удовольствием и энтузиазмом, несмотря на существенный морозец, провели тренировку в Центральном парке. Как настроение? Отлично! Спасибо, зарядка, здоровье, порядке! Это зима у нас была холодная, в принципе, да, то есть там меньше 20 градусов практически не было. И вот, как ни странно, мы, наверное, за всю зиму пропустили только одно занятие, когда вот прям сверх было тяжело, как говорится, да, нам на морозе. Ну а так, в принципе, три месяца мы позанимались. Самое, что интересное, за три месяца у нас никто не заболел, никто не простыл, вот. И за три месяца у нас из коллектива никто не ушел. На протяжении 30 минут участники группы делают разминку, растяжку позвоночника и дыхательную гимнастику. Зимняя гимнастика, чем уникальна, то, что, во-первых, на морозе идет закаливание организма, вот. Ну а растягивать позвоночник можно как и стоя, так и, в принципе, и сидя, и лежа. Ну, то есть, масса упражнений, естественно, да. Вот, тут буквально на этой сцене мы пытались растянуть ноги, то есть делали растяжку небольшую. Вот, возможно, тут даже на шпагат у нас сел. Проект парковой гимнастики, автором которой является Владимир Ефремов, специалист по профилактической медицине, существует уже 15 лет. За это время сторонников такого оздоровления в Новосибирске становится с каждым годом все больше и больше. И, как говорит сам автор проекта, возраст участников молодеет. Вы знаете, сейчас, в принципе, возраст у нас немножко поменялся, потому что приходят люди более помоложе. Ну, 30 плюс, 40-50 плюс – это уже стабильность уже, да. То есть, люди, видно, в этом возрасте уже считаются, что все-таки за здоровьем надо следить, наверное, да. Вот. Ну, я считаю, что заняться спортом или гимнастикой оздоровительной в любом возрасте можно. Сейчас группа до наступления теплоустойчивой погоды будет проводить занятия в спортивном зале. Ну, а в мае, когда городские скверы и парки украсят весенняя зелень, занятия вновь перейдут на свежий воздух. Традиционно это будет центральный парк или первомайский сквер. Но об этом мы расскажем тогда, когда начнутся занятия. Продолжение следует...